МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Благодарность за труд. Городской поселок Браги на этой неделе стал столицей областных дожинок. Врач общей практики, универсальный специалист. Что ждать от новой штатной единицы? Александр Говейко поговорил с профессором медицины Натальей Голиновской. Когда лед становится камнем преткновения? Максим Савин выяснял, чем живет один из самых востребованных спортивных объектов области. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Областные дожинки прошли на этой неделе в городском поселке Брагин. По климатическим условиям этот сельскохозяйственный год для аграриев области оказался не самым удачным. По большинству культур урожай меньше прошлогоднего. Но это, конечно, не преуменьшает заслуг работников сельскохозяйственных предприятий, которые трудились буквально от рассвета до заката. Лучшие из лучших в субботу вышли на сцену Брагинского районного дома культуры, чтобы получить заслуженные награды. На областных дожинках побывали и наши корреспонденты. 24 ноября в городском поселке Брагин выдался днем ветреным и достаточно прохладным. Но на настроение хозяев и участников проводившихся здесь областных дожинок этот факт существенного влияния не оказал. С самого утра на подворьях начали готовиться к приему гостей, которых, как известно, нужно угощать самым лучшим. Мы готовим уху. Уха из нашей днепровской рыбы. Это леш, лин, шука. А также готовим шашлыки. Шашлыки у нас куриные сегодня. Городской поселок Брагин благодаря проведенным к дожинкам масштабным работам значительно преобразился. А в день праздника к уже открытым объектам добавляется еще один спортивный оздоровительный комплекс. Нельзя сказать, что раньше спорт в горпоселке не развивался, однако занятия проходили в неприспособленных помещениях. В новом здании разместились тренажерный зал и зал тяжелой атлетики. Кроме того, здесь можно проводить соревнования по волейболу, баскетболу, гандболу и мини-футболу. Открытие специализированной школы в Брагине – еще один шаг по реализации программы развития малых городов. Одна из главных локаций праздника – выставка сельскохозяйственной техники вызывает неподдельный интерес посетителей. Причем не только современные образцы. Победитель областных дожинок 2018 Иван Вырвич в середине 90-х годов прошлого столетия работал на тракторе Т-74. Говорит, что с его нынешним комбайном «Лексион» старую технику даже сравнивать нельзя. Впрочем, для того, чтобы достигать высоких результатов, за любой машиной нужен тщательный уход. Кстати, в этом году Иван Вырвич и его помощник Олег Хвост намолотили 2670 тонн зерна. Надо работать на комбайне. То, что он там нажимаешь на кнопки, что-то он делает. Но это все надо настроить сначала. А потом оно уже работает с кабины. А так проверка вся, ремонт идет же, как и обычная любая техника. И в продолжение темы – оснащение аграрного сектора современной техникой. В этом году с конвейера «Гомсельмаша» сошел суперкомбайн КЗС-2124. Задачу о его создании в августе прошлого года поставил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Серхозмашину премиум-класса оснастили самыми современными системами. Полевые испытания суперкомбайн прошел на полях Туровщины. Несмотря на не самые благоприятные погодные условия, со своей задачей техника справилась успешно. Поля полеглится. Хорошо с полем лицей справляется. Потери минимальные. То есть комбайн достаточно хороший. С ним легче справиться. Даже те же регулировки на потери тут же еще делаются с кабиной. То есть механизатор не надо ни крутить, ничего. Все дело – это автоматика. Этот сельскохозяйственный год в какой-то мере можно назвать годом экспериментов. Не слишком благоприятные для многих культур погодные условия заставили аграриев искать новые пути повышения эффективности производства. В агрокомбинате «Холмич» Реческого района выращивали сорга. Культуру, известную также как суданская трава. Ее плюс – наличие в растении сахара. В сочетании с кукурузой получается особенно полезный корм. В определенной степени это аналог сахарной свеклы, которую когда-то добавляли в рацион общественного стада. Однако сорга легче выращивать, а заготовка проводится обычным кукурузо-уборочным комбайном. Вот этой весенней влаги, которой не хватает обычно, оно переносит. И, в принципе, два года мы уже занимаемся им, сорга. И вот в этом году даже засуха какая была, сильно не повлияла на сорга. По количеству полученных в этом году наград среди явных лидеров – Реческие и Мозырьские районы. Кроме того, что Мозырьщина – абсолютный победитель областных дожинок-2018, здесь находится еще и сельскохозяйственное предприятие, которое заняло первое место на уборке зерна – совхозкомбинат «Заря». В самом хозяйстве эту победу считают закономерной. Это заслуга всего коллектива, начиная от простых рабочих, от механизаторов, поливодов и заканчивая главными специалистами, замдиректора ТВС. Уже с года в год мы соблюдаем технологию. Результаты этого сельскохозяйственного года в Гомельской области. Экспорт продукции предприятиями агропромышленного комплекса – 280 миллионов долларов. Причем именно наш регион первым освоил китайский рынок. Гомельщина – лидер Беларуси по заготовке кормов. И такой показатель. Один труженик села в прямом смысле кормит 34 жителя региона. Этот год был непростым, но он позволил получить новый опыт и сделать выводы, каким образом в современных условиях можно достичь максимального экономического эффекта. Мы должны на этой территории выращивать все культуры, которые дают максимальную отдачу и в экономике, и в объемах. Поэтому, если оценивать с прошлыми годами, то, конечно, он хуже чуть-чуть. Не намного, но хуже. Но все равно тот урожай, который мы сегодня получили, его достаточно, чтобы накормить сегодня людей, обеспечить общественный сектор кормами. И самое дорогое, наверное, мы еще раз получили опыт. Мы этот год шепетильно работали, смотрели, анализировали. Одновременно с работниками сельскохозяйственных предприятий во время дожинок награду получили также журналисты и сотрудники идеологической сферы. Как отмечается в решении облсполкома, за информационное сопровождение полевых работ и объективное освещение деятельности агропромышленного комплекса. Среди награжденных – заместитель председателя областного исполнительного комитета Владимир Привалов и начальник главного управления изологической работы, культуры и по делам молодежи Ирина Довгала. Среди СМИ отмечены телерадиокомпания «Гомель» и региональный корпункт столичного телевидения. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель». Услышать каждого и помочь. Администрация президента Беларуси продолжает практику проведения выездных приемов граждан в регионах. На этой неделе встречи прошли в Мозыре и Хойниках. Подробнее об этом, а также других важных событиях недели – в обзоре от службы информации. Решить проблемные вопросы белорусам помогает практика приема граждан администрации президента. 22 ноября с жителями Мозыря встретился первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков. На личный прием к нему записались 19 человек из Мозырского, Гомельского и Калинковического районов. Звучали насущные проблемы – имущественные споры, отношения с соседями, подведение газа и асфальтирование дорог. Часть вопросов касалась кадровой политики и социальной защиты. Так представители профсоюзного объединения обратились с предложением не прекращать практику оплаты социальных отпусков, которые предоставляются гражданам для участия в отраслевых спартакиадах, творческих конкурсах или по семейно-бытовым причинам, таким как смерть близкого родственника или рождение ребенка. На следующий день в Хойникском райисполкоме с гражданами встретился заместитель главы администрации президента Владимир Живняк. Среди тем, которые озвучили жители района – ремонт дорог, реконструкция больницы и строительство бассейна. При этом некоторые вопросы уже оказались решенными. В частности, Гомельский облсполком принял решение о реконструкции в следующем году районной больницы и поликлиники. Положительные решения приняты по замене теплотрасс на контроле и качество питьевой воды. А вот просьба о строительстве в городе бассейна требует детального изучения. Насколько он будет востребован у населения и как быстро окупится. После окончания приема Владимир Живняк отметил, значительная часть людей пришла с предложениями, которые касаются не их лично, а всего города. В Гомеле проходят мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков. Торжественный митинг на мемориальном комплексе «Аллея героев» собрал ветеранов, представителей власти и трудовых коллективов, воинских подразделений, учебных заведений и общественных организаций. Они возложили венки и цветы к мемориалу и отдали дань памяти людям, воевавших за свободу и независимость нашей Родины. Более чем 800 дней Гомель находился в оккупации. Он стал первым областным центром Беларуси, освобожденным войсками Красной Армии. Основные мероприятия в честь 75-летия освобождения города пройдут в понедельник, 26 ноября. Веяние моды и грамотное управление. Гомельская область – лидер в республике по эффективности использования спортивных объектов. Сейчас средняя загруженность в рабочее время бассейнов и спортзалов в регионе составляет 94%. Остальные 6% отданы на необходимые санитарные и технические мероприятия. Ледовый дворец в областном центре – один из самых популярных объектов, а следовательно и самый загруженный. Льда на всех желающих просто не хватает. Как под одной крышей уживаются профессиональный хоккейный клуб и две детские спортивные школы, попытался разобраться Максим Савин. В том, что обе арены Ледового дворца используются по максимуму, может убедиться любой. На сайте учреждений вывешено расписание на лед каждой из арен. С 7 утра до 11 вечера свободного времени нет. Директор дворца Алексей Жихарев говорит, что при составлении графика есть четкая иерархия. В первую очередь учитываются пожелания профессиональных хоккейных команд «Гомель» и «Гомель-2». А после идут спортивные школы. И в последнюю очередь планируют массовое катание для гомельчан. Во дворце базируются две школы из душер номер один, где воспитывают фигуристов, а также дюсуша хоккейного клуба «Гомель». В сумме это почти 600 детей. Также на гомельском льду занимаются воспитанники рцопа по зимним видам спорта. Нагрузка колоссальная, однако, по словам Алексея Жихарева, без необходимого времени не остается никто. Все часы, которые предусмотрены постановлением Министерства спорта и туризма, наша школа выполняет в полном объеме. И заявки, которые подают нам в хоккейный клуб на свой учебно-тренировочный процесс, мы тоже удовлетворяем на 100%. Самый напряженный период в ледовых баталиях – сентябрь и октябрь, когда работает только одна арена, а вторую нельзя залить по техническим причинам. В эти месяцы действительно ощущается недостаток льда, становится больше занятий в спортивных хореографических залах. И вот именно в этот момент и возможно легкое недопонимание между родителями фигуристов и администрацией школы. Взгляды на организацию тренировочного процесса немного разнятся. Фигурное катание, прежде всего, это, естественно, лед. То есть зал, хореография и разминки – это все подготовка, скажем так. То есть нельзя научить ребенка прыгать и кататься в зале. После лета, естественно, надо первое время, чтобы ребенку втянуться, обкатать новую программу. Программы меняются, прыжки усложняются, больше нагрузка. И если бы это было круглогодично, было бы намного проще и тренером, и детям выступать. Много льда не бывает, соглашаются специалисты. Однако и выходить на него без хорошей подготовки в зале нельзя. Результатом может стать в лучшем случае перетренированность, в худшем – травма. После лета выходим, мы не сразу начинаем прыгать. Нам потихоньку нужно все прыжки вспомнить, отработать, доработать в зале. На льду мы отрабатываем скольжение, вращение. Поэтому достаточно, да. Диалог между заинтересованными сторонами в Душор номер один налажен хорошо. Возникшие проблемы не скрывают, обсуждают и по возможности пытаются решать. Между тем, работа на льду и в залах продолжается. И ее результат налицо. У нас одна из лидирующих школ в Республике Беларусь. У нас шесть человек состоит в национальной команде Республики Беларусь. То есть ежегодно мы передаем детей в РЦОП. То есть это высшее звено подготовки. И мы выполняем ту программу, которая у нас запланирована на выполнение массовых разрядов и кандидатов в мастера спорта. Ежедневные встречи с родителем юных хоккеистов для заместителя директора ДЮС США хоккейного клуба «Гомель» Фахредина Умарова стали традицией. По его словам, убедить некоторых, что на начальном этапе, главное, не победы, очень тяжело. В первые годы работать нужно над физическими данными, постановкой техники, а не думать о звоне медалей. И тренировки на земле, как их называют хоккеисты, важны не меньше, чем лед. Усердствуем можно отбить у ребенка всякое желание заниматься не только хоккеем в частности, но и спортом вообще. Поступательное движение к целям. Таким образом стараются организовать работу в спортшколе хоккейного клуба «Гомель». Мы ставим целью подготовка постепенно, степ-бай-степ, то есть шаг за шагом увеличивать нагрузку, ставить технику. Можно добиться медалек и сейчас, но затем ребенок уже привыкнет к этим медалькам, и он не будет добиваться главного. Это прежде всего выступить под флагом Республики Беларусь. Система дает плоды к выпуску. В спортшколе воспитывают чемпионов. Два года подряд команда юниоров выигрывает первенство Беларуси. Дальше ребята переходят в высшее звено подготовки. Это вторая команда «Гомеля» и «РЦОП» по зимним видам спорта. Фахредин Умаров не скрывает, проблемы есть. Кстати, решает вопросы нехватки льда, использование открытых катков зимой и создание спортивных классов. У ребят, которые в них обучаются, тренировки проходят в так называемое «мертвое время», когда лед не востребован. Чаще всего это раннее утро. Мы больше внимания обратили на создание специализированных классов. То есть стараемся предоставлять. Вот сейчас они поиграли, поиграют, потренируются, и затем они идут в школу. Понимаете? После школы они приходят еще дополнительных трех. Они спокойно учатся. Востребован Гомельский ледовый дворец не только спортсменами. Массовое катание – одно из любимых развлечений гемельчан. С 9 до 11 вечера на лед практически ежедневно выходят игроки ночной хоккейной лиги. Любители игры для настоящих мужчин в «Гомеле» сотни. Они в соревнованиях участвуют. Кстати, и любители жалуются. Им льда не хватает исключительно в летнее время, когда обе арены не действуют. Вот здесь у нас бывают месяцы, когда ледовая арена, ее вынуждены по техническим причинам. Сливать лед. Ну, в прошлом году в Жлобине не сливали. Мы ездили туда, тренировались на машинах, садились, вечером тоже катались. Льда хотелось бы больше, говорит и начальник управления спорта и туризма гомельского облсполкома Денис Езерский. Желающих заниматься с каждым годом становится только больше. Выхода из сложившейся ситуации два. Реконструкция арены «Б», чтобы она могла работать круглый год. Или строительство нового объекта. Рассматриваются оба варианта. Модернизация – дело рискованное. Как показывает опыт, в том числе и белорусские, это может выйти втридорого. Здесь, прежде всего, должна во главу угла стать экономика и целесообразность. Зачастую выходит так, что провести там комплексную, крупную, большую модернизацию, реконструкцию будет дороже, чем построить новый объект. Мы должны все посчитать. Мы должны все взвесить и внести просчитанные предложения на рассмотрение руководства Гомельской области. И сегодня мы этим занимаемся. По эффективности использования спорт-объектов Гомельской области лидер в Беларуси стала нормой, что в некоторые игровые залы и бассейны, особенно в крупных городах, не попасть из-за большого числа посетителей. На руку в достижении таких показателей, естественно, сыграла и мода на активный отдых. Однако простого желания жителей региона стать спортивными мало. Клиента нужно привлекать и в первую очередь разнообразием и качеством услуг. В ход идут скидки, акции и другие приемы. Мы сегодня занимаем лидирующие позиции в Республике Беларусь по эффективности использования спортсооружений. Мы эти показатели стараемся удерживать. Мы очень требовательно относимся к спортивным объектам, к руководителям. Ставим конкретные задачи, спрашиваем за выполнение этих задач. И уже каждый руководитель понимает значимость вот этого направления. Загрузка – это не просто показатель в отчетности для каждого отдельного спортучреждения, а реальные деньги, часть из которых направляется в том числе и на повышение зарплат сотрудникам. Максим Савин, Игорь Марищенко, Евгений Макеенко. Новости недели. Доводилось ли вам обращаться за помощью к врачу общей практики? Уверен, пока далеко не каждый точно может дать характеристику компетенции достаточно новой штатной единицы в медицине. Однако эксперты уверены, массовое ведение таких специалистов позволит более оперативно выставлять диагноз, эффективно вести лечение, а также сэкономит время и средства как пациента, так и отрасли. О врачах общей практики и доверии к их навыкам – разговор с профессором Натальей Голиновской. Наталья Викторовна около двух лет назад в Белоруссии, в Гомельской области в том числе, появились первые врачи общей практики. Чем их компетенции отличаются от деятельности, работы привычных терапевтов? Их компетенции намного шире, чем врача-терапевта. Если врач-терапевт может измерить артериальное давление, посчитать пульс и послушать, то врачи общей практики владеют многими базовыми навыками, основами неврологического осмотра. Они могут посмотреть и как гинеколог, и как офтальмолог. И этот врач владеет основами и профилактической медицины, и реабилитации, и оказания палеотивной помощи тем пациентам, которых уже невозможно вылечить. Как чувствуете, население готово довериться новым специалистам? К сожалению, не всегда. У нашего обывателя бытует мнение, что специалист, который владеет широкими вопросами, он не сможет оказать квалифицированную помощь и будет подобен фельдшеру. Но это не так. Возможно, потому что разбираться во всем сложно? Или речь далеко не об этом? Но ведь нецелесообразно направлять пациента к высококвалифицированному врачу-офтальмологу только для того, чтобы померить внутриглазное давление. Этот врач владеет основами медицинского осмотра во всех специальностях, и он готов оказать первичную медицинскую помощь. И этот доктор будет способен выбрать того специалиста, который необходим пациенту. Это основная задача реформирования всего здравоохранения на сегодняшний день. Здесь, как понимаю, большая работа сейчас ляжет в том числе и на высшее учебное заведение. Понятный медицинский вопрос, Виля, по переподготовке специалиста. Ведь и к ним намного более серьезные требования сейчас будут предъявляться. Совершенно верно. Наш медицинский университет уже два с половиной года готовит таких специалистов. И наши выпускники уже работают во многих регионах Гомельской области, оказывая квалифицированную помощь. И там, где они работают, население довольно. Они получили фактически семейного врача, который всю жизнь сопровождает их семью и знает лучше других, что с ними происходит. Это что-то из мировой европейской практики, как я понимаю. Совершенно верно. И все же давайте подытожим, для того, чтобы более понятно было зрителям, какого эффекта ждет Минздрав и медицинское сообщество, и в том числе какого эффекта ждать пациентам от появления таких специалистов, врачей общей практики. С точки зрения системы здравоохранения, внедрение врачей общей практики позволит нам упорядочить систему. Пациенты не будут сами брать направление и талончики к разным специалистам, они будут приходить к своему доктору, и доктор уже будет определять направление к дальнейшему диагностическому поиску. И таким образом мы разгрузим узких специалистов. Ну и для пациента здесь я вижу одни удобства. Совершенно верно. С точки зрения пациента он получит семейного доктора, который знает своих пациентов с рождения и практически до самого позднего возраста. Ведет всю жизнь. Фактически это член семьи. Вы уже пользовались услугами врачей общей практики? Несомненно. Я пользуюсь услугами поликлиники, где работают мои же выпускники. Наталья Викторовна, спасибо за интервью, полезную информацию. Успехов вам и здоровья вам и вашим близким. Спасибо. Такого потока иностранных туристов в Беларусь, как сейчас, не было, пожалуй, никогда. Только за первое полугодие 2018-го в страну приехало более 2 миллионов иностранцев, а экспорт тур-услуг вырос на 17%. Беларусь стала появляться и в туристических рейтингах, которые публикуют авторитетные международные издания. Что привлекает иностранцев в Беларуси, узнавала Анна Корольчук. По версии международного издательства Lonely Planet, Беларусь входит в десятку лучших стран для путешествий в 2019 году. Путешественникам советуют погулять по историческим местам и модным заведениям, а также посетить вторые европейские игры. А в октябре издание National Geographic Traveler назвало Беларусь лучшей страной для агротуризма. В читательском голосовании она опередила Италию, Бразилию, Китай и США. Беларусь действительно стала более открытой для зарубежных гостей. Найджел Робертс, автор первого англоязычного путеводителя по Беларуси, успел побывать в нашей стране более 30 раз. Разницу между своей первой поездкой и последними путешествиями он называет колоссальной. Беларусь в центре Европы не только географически, но и в культурном смысле. Изменился визовый режим, что раньше определенно было проблемой. Первым шагом послабления был пятидневный безвизовый период. Теперь он стал 30-дневным. Кстати, Найджел Робертс недавно посетил Гомельскую область, чтобы презентовать четвертое издание своего путеводителя по Беларуси. Книга вышла тиражом 4000 экземпляров и представляет собой не просто описание достопримечательности, а авторское и эмоциональное повествование о стране и встречах с местными жителями. Кроме того, новое издание расширено по сравнению с предыдущими версиями. Мистер Робертс, что новое появилось в четвертом издании? В прошлом году я приехал в поисках материала для новой книги. Я был на Полесье, посетил Туров и Мозырь. Это те места, где я раньше не был, и я включил информацию о них в новую книгу. Знаете, я постоянно удивляюсь, что даже после 17 лет постоянных поездок в Беларуси я до сих пор нахожу что-то новое, о чем нужно рассказать. На прошлой неделе я был в Светлогорске. Мои коллеги сказали, Найджел, ты знаешь, что такое Красный берег? Нет, никогда не слышал, и мне рассказали об ужасных вещах, которые там происходили. Мне очень стыдно, что Красный берег не вошел в четвертое издание, но он обязательно будет в новой пятой книге. Новая книга действительно ярче раскрывает потенциал Гомельского региона. Даже ее обложку украшает фото храма Александра Невского на каскаде Новобельских озер. На своей встрече с руководством Управления спорта и туризма Гомельского облсполкома Найджел Робертс выразил надежду, что новый путеводитель поможет привлечь в нашу область как можно больше гостей из дальнего зарубежья. На данный момент основные туристы Гомельской области – это граждане Российской Федерации. Тем не менее, наш регион так же, как и вся страна, ощутил рост количества гостей. Из 150 миллионов долларов экспорта туристических услуг Беларуси практически 15 приходится на нашу область. В ближайшем будущем ожидается еще больший эффект от введения безвизового режима. Мы это больше ощутили по проведению международных соревнований и чемпионатов. И в том числе на наши форумы приезжают в том числе иностранные граждане, пользующиеся сегодня этим дополнением. То есть этим моментом, который сегодня существует в законодательстве. Но и мы все-таки рассчитываем на то, что это не будет ограничено только аэропортом Минск. Подготовлены соответствующие дополнения в данный указ. И, возможно, в скором будущем точно так же через аэропорта областных центров этот безвиз будет применяться. На встрече Найджил Робертс отметил, что помимо либерализации визового режима в стране проведена огромная работа в сфере туризма. Появилось много указателей и аудиогидов на английском. Проводятся бизнес-форумы, международные культурные и спортивные мероприятия. А сейчас Национальное агентство по туризму выбирает лучшую концепцию туристического бренда Беларуси. На сайте организации представлено 17 вариантов с презентациями. Проголосовать за понравившиеся можно до 16 декабря. Анна Корольчук, Сергей Лукашук. Новости недели. Сегодня в Беларуси праздник музыки. Минск принимает гостей и участников главного детского песенного конкурса «Евровидение-2018». Торжественное открытие международного форума прошло в понедельник. Одновременно с этим стартовала «Евронеделя», во время которой участники репетировали и готовились к сегодняшнему грандиозному шоу. В Гомельском регионе эти семь дней также были наполнены интересными культурными событиями. Самые яркие в обзоре от Евгении Кухаронок. Лингвисты выяснили, что белый, черный и красный являются самыми важными цветами в языках народов мира. Слова обозначения для них появились намного раньше других. В современном же мире эти цвета называют традиционными. Возможно, потому что они сопровождают нас на протяжении жизни в самых важных событиях и ритуалах. Вот, к примеру, свадебное белое платье или же красная нить в белом рушнике, черная траурная одежда – все это пришло к нам из вековых традиций наших предков. Но многие забыли, а возможно, кто-то и вообще не знал о глубоком символизме этих трех цветов. Если вас заинтересовала тема, советуем сходить на выставку, которая на днях открылась в Дворце Румянцевых и Паскевичей. Она так и называется – белая, красная, черная – символика цвета в народной культуре. Экспозиция рассказывает об истоках появления этой цветовой триады и ее символизме. Посетители выставки смогут найти ответы на вопросы, почему наши предки носили белые одежды и украшали их красным орнаментом, почему мы живем на белом свете и почему откладываем деньги на черный день. Плюс ко всему, в рамках экспозиции можно пройти тест Люшера и узнать о значении рун. Гомельская филармония и областной драматический театр реализовали совместный творческий проект, посвященный 75-летию освобождения Гомеля от фашистских захватчиков. Два коллектива объединились в создании концертно-драматической программы «И помнит мир спасенный». Со стены звучали стихи и песни, театральные и инструментальные этюды, и все в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. Кстати, идеи номеров предлагали сами исполнители. Волнение не выдавая, Оглядываюсь не расспрашивая, Так вот она передавая, Мне ничего нет страшного. Симфония города. Выставку под таким названием представила гомельская художница Ирина Панкова. В экспозиции работы, написанные маслом и акварелью, на картинах и этюдах изображения Гомеля. Памятники архитектуры, старые улочки, парки. По мнению художницы, областной центр звучит как симфония. Экспозицию можно увидеть в Центральной городской библиотеке имени Герцена. В Гомеле прошел шестой международный конкурс молодых исполнителей на народных инструментах «Золотая лирополесья». Участие в нем приняло 200 юных виртуозов игры на баяне, балалайке, цимбалах, домре и мандолине. Первые среди участников был исполнитель на рубапе, национальном азербайджанском инструменте. Также в рамках конкурса члены жюри проводили мастер-классы и выступали с сольными концертами. Чем порадует следующая неделя, узнаем прямо сейчас. 27 ноября в картина-галереи Гаврила Ващенко откроется выставка «Днепровский паром». На ней свои работы представят 20 художников из Беларуси, Украины и Латвии. Они в числе первых проехались по музейному маршруту Гомельско-Черниговского пограничья. В течение всей поездки художники вели путевые дневники. Они делали зарисовки пейзажей, архитектуры, музейных экспонатов. И вот как раз таки материалы из этих путевых дневников и будут представлены на выставке. Также на следующей неделе открывается четвертый форум классической музыки «Восток-Запад». Первый из трех концертов состоится 2 декабря в программе шедевры барочного и классического репертуара в исполнении одних из лучших инструменталистов Беларуси. Продолжат форум концерты 13 и 23 декабря. Всех любителей и ценителей классической музыки приглашают в колледж имени Соколовского. Время начала 18.30. С наиболее интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Евгения Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова